Обещанного три года ждут. Еще в сентябре 2014 года жители аварийного дома по улице Вольская должны были получить новые квартиры. Сегодня апрель 2015, а ситуация не изменилась. 8 семей вынуждены выживать практически в экстремальных условиях. Подробнее в сюжете Анастасии Куклевой. Этому дому более 100 лет. Примерно столько же здесь не делали капитальный ремонт. Сейчас здание постепенно разрушается. Фундамент аварийного дома превратился в труху, само строение перекосилось, а в начале зимы одна из печных труб обвалилась, тем самым создав реальную угрозу для жизни людей. Печку теперь топить практически невозможно. Эту зиму мы топили на свой страх и риск ее фитилю. То, что этой зимой Вера Гарт не отравилась угарным газом и не взлетела на воздух – настоящее чудо. Дом, в котором проживает женщина, официально был признан аварийным еще в 2013 году. Хотя, по мнению жителей, строение на бумаге перестало существовать гораздо раньше. Сомнения, что дом наш не только в 2013 году признан аварийным, а давным-давно он уже, может быть, даже и снесен. На выборы мы уже не ходим, но добрые десятки лет – это точно. Года два-три придем, нас в списках нет. Пойдут, где-то узнают, допишут, проголосовали. А потом мы бросили ходить. И вот была последняя перепись населения. К нам никто не приходил. В аварийном доме, признается Вера Гарт, им с мужем страшно находиться. Потолок в квартире в трещинах, окна и двери перекошены, а стены в буквальном смысле висят в воздухе. Все двери перекошены. У нас все полы сели, там, ну, 10 добрых сантиметров. Там в этом году мыши заели. Окна у нас, то есть стены у нас просто прикрыты, чисто символически. Они все разваливаются. Стекла кругом полопнуты. Потому что дом садится, тянет за собой раму, все стекла их менять, не менять толку нет. Вот она стена. Видите, горбан тает. Все. Аналогичная ситуация и в квартире на первом этаже. Правда, попасть в нее, признаются жители, непросто. Лестница, ведущая вниз, так же, как и все строение, перекосилась. А в самих квартирах нечеловеческие условия. Из-за того, что под полом пустота, квартира Аллы Зимцовой от каждого проезжающего мимо автомобиля ходит ходуном. Когда проезжает автобус Энгельса, то тут вот так вот вся содрогаешься. Особенно утром тишина, никого еще, машин нет нигде, ты вся стрясешься. Посуда, так она вообще в одном конце, ее замучилось уже это расставлять. Фундамент весь там размыт, посыпка, засыпка между стенами, она вся высыпалась, он как решето, поэтому и холодно зимой. Заложниками аварийного дома стали 8 семей. Еще в сентябре прошлого года их всех обещали расселить. Даже показали дом в поселке Солнечный, в котором им предоставят новое жилье. Но долгожданное новоселье остается только на бумаге, которую до сих пор никто из чиновников не подписал. В Министерстве строительства и ЖКХ региона заверяют, что эта ситуация разрешится в ближайший месяц. Был признан аварийным после 2012 года. В связи с этим дома, которые признаются, они не попали в программу переселения аварийного жилья, который мы сейчас реализуем до 2017 года. Сейчас в связи с тем, что есть определенные экономические и юридические вопросы инвесторов, мы ждем все-таки в ближайшее время, что эти вопросы закроются, сдадутся, полностью ведутся эксплуатацию тех квартир, которые предлагаются в новых домах. Поэтому я думаю, что все-таки в течение месяца этот вопрос должен продвинуться, решиться. Предоставить временное жилье людям также не могут. С маневренным фондом в регионе ситуации напряженные, а аварийных домов на территории области свыше тысячи. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.